Всем привет! И сегодня я расскажу вам, как правильно консервировать лыжи на лето. Погнали! Итак, для этого нам потребуется. Первое это стандартный набор щеток. Должна быть металлическая щетка, нейлоновая щетка, ну и финишная щетка. Второе. Нам обязательно нужна втористая смывка. Неважно, это прикос, го, там старт, хоть старт я не очень люблю. Я думаю, подойдет любая. Потом нам обязательно понадобится вот такая необычная втористая смывка. Я думаю, вы знакомы, а те, кто нет, я позже чуть-чуть расскажу ее свойства. Есть первые версии Base Oil, а есть второй. Я, честно говоря, не знаю, чем они отличаются. Можете использовать любую. Вот у меня осталось первой версии. Я думаю, вполне сойдет. Потом обязательно нам нужен утюг, то есть чем плавить. И нам обязательно потребуется что плавить, а именно нефтористый теплый парафин. В моем случае это какой-то старт, если я не ошибаюсь. Подойдет любого производителя. Базовые парафины, я думаю, не особо сильно отличаются. Если у вас много пар лыж, я советую купить большой брусок такой скигоу. Не помню, он чуть ли там не 2 килограмма. По цене и качеству, я думаю, это прям ультимейт решение. Но в данном случае у меня вот какой-то старт фиолетовый нефтористый парафин. Честно говоря, я выбрал бы красный, то есть более мягкий, более теплый. Но у меня, к сожалению, такого сейчас под рукой нету. А вам я, разумеется, советую выбрать как можно более теплый парафин. Вы, наверное, спросите, а можно ли заплавлять лыжи базовым парафином, то есть которые не имеют погодных ограничений. И я бы не советовал на самом деле, потому что все-таки они не такие мягкие, как хотелось бы. В основном вот у меня есть такой ваухте, и хотя он и ЛФ, я знаю, что есть нефтористые такие же. И они все-таки довольно среднюю структуру имеют. Ну, я думаю, ничего страшного прям с вашими лыжами не произойдет, если вы ими законсивируете. Ну, однако, все-таки по классике это просто теплый парафин. Итак, мы берем нашу лыжу. На ней я катался весной, соответственно, видите, она очень грязная. И, наверное, первое, что нужно сделать, это, соответственно, ее почистить. Итак, мы берем втористую смывку, фиберлен, наносим втористую смывку на поверхность лыжи, ну, протираем ее фиберленом. А теперь в дело вступает Rex Base Oil. И, по сути, это то же самое, что и обычная втористая смывка. Однако, она намного более лучше вычищает вашу поверхность. Сейчас я вам наглядно покажу. Итак, вы наносите Base Oil на поверхность практически как эмульсию, маленькими-маленькими капельками, потому что я в дальнейшем покажу, как она очень легко растирается по поверхности, и что даже такого небольшого количества этого вещества хватит на всю лыжу и даже больше. Теперь воспользуемся нашим чистым пальцем и разотрем ее. Как вы видите, она просто отлично растирается, и на самом деле мне можно было использовать даже меньше этого вещества. Должен отметить, что, несмотря на то, что я пользуюсь этой смывкой довольно часто, то есть не только консервируя лыжи, но и, в принципе, когда я получаю лыжи после шлифта, ну, в целом, по ходу сезона я ее применяю, у меня осталось, наверное, процентов 60, несмотря на то, что ей уже два года. После того, как мы растерли это вещество по лыжи, нас ожидает самая скучная часть – ожидание. Нам придется оставить лыжи в горизонтальном положении на целую ночь. За это время смывка хорошо впитается в поверхность лыжи, и мы без проблем сможем ее снять. Когда будете проделывать данную процедуру даже после того, как вы перепарафинили лыжи, даже после того, как вы прошли втористой смывкой, я думаю, на вашем куске фиберлена, которым вы как раз и будете это снимать, а снимается это абсолютно так же, как и обычная втористая смывка, только единственное, что вам придется использовать больше фиберлена на нее, то вы обязательно увидите, что на этом фиберлене у вас останутся такие черные грязные следы. Ну что ж, представим, что прошла ночь. Мы эту смывку благополучно стираем. Как вы видите, даже несмотря на то, что смывка не впиталась, ну не успела впитаться, я не оставлял лыжи на ночь, а осталось только что меньше минуты, и посмотрите, сколько грязи с поверхности я с помощью нее снял. И это несмотря на то, что я буквально 10 минут назад прошелся обычной втористой смывкой. Возможно, конечно, при использовании парафина такого результата бы колоссального, конечно, не было. Но все-таки хочу отметить, что смывка работает очень хорошо, и не зря ее, собственно говоря, использую. Ну а после чего мы опять же можем аккуратненько пройтись металлической щеточкой по поверхности лыжи. И уже приступить непосредственно к плавлению теплого парафина. Итак, наш утюг нагрелся, берем его, берем парафин и заплавляем лыжи. Ну что ж, вот в принципе и все. Все, вы смело можете кидать эти лыжи в чехол и забывать про них до следующей вкатки или там до следующей зимы. Однако все-таки идеальным решением будет еще переплавить их хотя бы разочек или там второй за зиму. И технологию я рекомендую следующую. Снимаете теплый парафин, который сейчас на них лежит, заплавляете это HF-ом, или, например, можете положить порошок, или там порошок вплавить в парафин, ну, в общем, все, как вы любите, и оставляете это где-то на недельку. Соответственно, вы наслечаете лыжи втором. Ну, а потом это все снимаете, обычно скребком и щетками. Вам уже не нужно пользоваться втористыми смывками, там, рексами, бейс-ойлами и так далее. Потому что у вас лыжа и так чистая, зачем вам это делать? Ну и потом просто опять заплавляете это теплым парафином. Почему же все-таки не стоит консервировать лыжи с помощью именно высоковтористых парафинов, порошков и так далее? Ну, вообще считается, что это портит поверхность. Я, честно говоря, не инженер, не физик, и не понимаю, как именно, однако такая информация есть. Но все-таки насыщать лыжи вторым для лыжи это полезно. Ну и получается, нам нужно совместить полезное с неполезным, и вот таким образом мы можем извернуться. Ну, по крайней мере, такой схемы обычно придерживаюсь я, и с лыжами в основном меня всегда все в порядке. Ну, а на этом все. Следите за вашими лыжами, ведь именно это сделает их быстрее, а не количество нулей на боковом номере. Помните об этом. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok